Он проиграл войну за криминальный трон России и отсидел 10 лет. Его враги ждут мести. Таро провел в суровых условиях черного дельфина почти 10 лет и 9 апреля этого года должен выйти на свободу. Согласно изначальному приговору, освобождение вора в законе приходилось на 11 июня, но защите авторитета удалось добиться сокращения срока Таро на 2 месяца. В то же время российские правоохранительные органы начали готовиться к освобождению вора еще в прошлом году. В середине августа 2018 года стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении из России 60-летнего Таро. Для этого министру даже пришлось прервать отпуск и выйти на работу. Представители МВД зачитали документ криминальному авторитету в Черном Дельфине. Согласно приказу, Таро обязан незамедлительно покинуть Россию сразу после выхода на свободу. Правда, у вора в законе есть право обжаловать приказ главы МВД в суде. Все зависит от того, удастся ли юристам Таро доказать его российское гражданство. В 2010 году ФМС признала его получение аняни недействительным. При этом, по некоторым данным, Таро успела отказаться от своего грузинского гражданства, сообщал источник ленты.ру. По его словам, если Таро не признают гражданином России, ему будет грозить выдача в Испанию. Там воры в законе обвиняют в организации преступной группировки и незаконной легализации средств, нажитых преступным путем. 17 августа 2018 года в Управлении общественных связей МВД России впервые прокомментировали решение о подготовке Таро к высылке из России. Там отметили, что решение о нежелательности пребывания или проживания на территории России иностранного гражданина вынесено и будет выполнено после освобождения фигуранта из мест лишения свободы с соблюдением законодательства. Источник в Главном управлении уголовного розыска рассказал, что у Таро есть испанское гражданство. О каком-либо другом гражданстве нам неизвестно, добавил он. Между тем, несмотря на явное желание МВД выслать Таро из страны сразу после освобождения, Федеральная служба исполнения наказаний, СИН, попросила суд установить за авторитетом административный надзор после того, как он окажется на воле. Эта мера предполагает обязанность бывшего заключенного два раза в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства и находиться дома в ночное время. Судя по всему, у тюремщиков есть основания полагать, что Таро может задержаться в России. Но суд в их просьбе отказал, сославшись на нем медленную депортацию вора сразу после освобождения. Во всем посчитали, что Таро во время заключения допустил 253 нарушения порядка, за что его дважды помещали в карцеры 8 раз, в штрафной изолятор и помещения камерного типа. Как ни сложно догадаться, поощрению Таро не было вообще. Ходатайство и опомещение авторитета под административный надзор, администрация колонии предоставила суду сведения о личности осужденного. Общественно полезной деятельностью не занимается, связь с родственниками поддерживает нерегулярно. В общении с представителями администрации ведет себя нагло, некорректно, высказывает недовольство режимом содержания. По характеру скрытный, наглый, малообщительный, хитрый. Кроме того, с 2014 года Таро, придерживающийся криминальной субкультуры, состоит на профилактическом учете как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, оказывающих негативное влияние на других осужденных. Собственно говоря, именно лидерские качества Таро, вероятно, и заставили руководство МВД заранее позаботиться о его выдворении из России. Ведь перспективы у авторитета в криминальном мире страны очень хорошие. На данный момент его главные конкуренты, Япончик и Дед Хасан, мертвы. Первый скончался, так и не оправившись после ранения, а второй был застрелен в Москве 16 января 2013 года. Прежний российский вор номер один и лидер преступного мира страны Захарий Калашов, Шакро Молодой, в марте 2018 года получил почти 10 лет лишения свободы за вымогательство и выбыл из Большой игры. Получается, что среди воров в законе освободившийся Таро с его влиянием и авторитетом может стать едва ли не самой крупной рыбой. А судя по отрывочным сведениям из черного дельфина, он в отличной форме. Продолжение следует... Продолжение следует...